Новости в эфире. В студии работает Алмаз Ашим. Здравствуйте. Непогода стала причиной несчастного случая в Таразе. 12-летний мальчик скончался из-за падения дерева. Трагедия произошла по улице Толи Би. Информацию подтвердили в пресс-службе ДЧС. Мальчик вместе с мамой ждал автобус на остановке в момент, когда на него упали обломки дерева. Травмы оказались несовместимы с жизнью. Ранее синоптики предупреждали об усилении ветра до 28 метров в секунду. В соцсетях стали появляться кадры, снятые горожанами. На них срывает кровлю жилых домов. На одном из видео новостройка в 13-м микрорайоне жильцы переживают, что крыша не выдержит шквальных порывов. Однако в ДЧС подобных сообщений не поступало. Несколько дворов и улиц подтопило в Алматы. В службу спасения 109 стали поступать сообщения от жителей мегаполиса. По данным синоптиков, меньше чем за сутки в городе выпало 23 мм осадков. Всего с начала месяца 146 при норме вдвое меньше. В горах продолжает идти мокрый снег. Алматинцев предупредили об угрозе схода лавин. Специалисты Касселя защиты продолжают наблюдать за ситуацией в бассейнах и рек. Обстановка, отмечают они, стабильная. Подъема уровня воды нет. На всякий случай силы и средства гражданской защиты привели в готовность. Автобус без одного колеса перевозил пассажиров «Октау». Странного вида транспорт привлек внимание жителей города и попал на видео других участников движения. В полиции сообщили, что уже нашли водителя. Его оштрафовали на 61 тысячу тенге. Наказание грозит и перевозчику, который выпустил неисправный автобус на линию. 37 проектов по водоснабжению и отведению планируют реализовать в Кустанайской области до конца года. Основные работы будут проводиться в сельской местности. Например, в Карабалыкском районе распределительные сети намерены построить сразу в двух крупных селах. Подробнее расскажут мои коллеги. Село Новотроицка – один из опорных населенных пунктов в Карабалыкском районе. Сейчас здесь проживают чуть больше 600 человек. В советское время был центральный водопровод. Последние 30 лет жители этого села пьют воду из старых колодцев. Пресную воду нам доставляют работники местного ТО. Привозят. Мы за это в бухгалтерию платим. Недалеко от села есть скважина. Но только летом оттуда возят. А в зимнее время питьевую воду флягами возим на машинах. В половине колодцев вода соленая. Ее используем как техническую. В Карабалыкском районе на данный момент качественной питьевой водой обеспечена половина населенных пунктов. Там проживает 75% от общего количества населения. В этом году в районе планируют реализовать сразу несколько коммунальных проектов. В селах Смирновка и Михайловка обещают поставить водочистительные пункты. А в станционном и Новотроицком построить центральный водопровод. Этот вопрос будет внесен в план реализации мероприятий. По итогам отчетных встреч будем держать на особом контроле. Проведемую воду в 2023 году завершим. Обеспечение централизованным водоснабжением села Новотроицка и Карабалыкского района. Сейчас в Куснойской области 59% сельских населенных пунктов охвачены услугами водоснабжения. По крайней мере так говорит официальная статистика. В этом году основные работы будут проводить параллельно в 22 селах. И еще в 40 аулах запланирована установка пунктов раздачи воды. Артем Грапов и Сергей Тартенберг. Куснаяская область. Хабар 24. Изменения в сфере субсидирования сельского хозяйства могут ухудшить положение отрасли. Фермеры Восточного Казахстана уверены, что над поправками стоит еще поработать. И называют оправданным решение пока отложить новшество на год. По их мнению сейчас стоит не уменьшать поддержку. А наоборот усиливать ее. Свои пожелания они передали депутатам Сената. Подробности у Анели Сембердиной. Куаныш Сулейменов глава племзавода в селе Шалабай. Депутату Сената он рассказывает, что их хозяйство получает субсидии за селекционную работу. По 15 тысяч тенге за одно маточное поголовье. Но на деле этого слишком мало. Не оправдываются затраты даже на вакцинацию и ДНК-анализы. Не говоря об учете скота сразу по двум системам и работу специалистов. Между тем сейчас в профильном министерстве разрабатывают реформу, по которой намерены еще больше сократить субсидии. И перейти на массовое льготное кредитование. Фермер уверен, это утопия. Земля в сельской местности оценивается очень дешево. Недвижимость в сельской местности тоже такая же, по оценке дешевая. И когда крестьянин захочет купить только комбайн, а комбайн будет стоить 100 миллионов тенге, ему придется заложить и себя, и свою жизнь, и все свои земли. И не факт, что этого хватит. Сам племзавод один из крупнейших в стране. При этом даже его руководству для получения кредита пришлось заложить все имущество. А сам займ на тот же комбайн для уборочных работ оформляли 8 месяцев. С мая по декабрь прошлого года. В итоге убирали кормовые на старой технике, в ремонт которой вложили снова миллионы тенге. Поэтому сейчас нужно думать не о сокращении сумм, а наоборот расширении сферы субсидирования. К примеру, нужна поддержка для развития науки. Все лекции или же для строительства жилья на селе, считают и другие крестьяне. То есть на сегодняшний день главы крестьянских хозяев готовы выкупить 50% данного жилья, чтобы обеспечить своих молодых специалистов жильем. Точно так же были предложения по субсидированию заработной платы, потому что в сельских населенных пунктах заработная плата очень маленькая, 60-70 тысяч. Недовольны сельчане и неточными формулировками в законах. К примеру, при выделении земель в сельхозназначение постоянно возникают судебные иски, так как в правилах прописано, что приоритетное право на аренду угодий у тех, кто проживает в данном селе, городе, районе. И перечисление идет через запятые. Тут и возникает конфликт между жителями разных сельских округов. Похожая ситуация и с требованиями по опыту и образованию. Преимущество дается людям, которые обладают непосредственно сельхозобразованием, которые принимают непосредственное трудовое участие и имеют опыт работы в сельском хозяйстве. Здесь в законе тоже написано через запятую. Как у нас сейчас судебные издержки идут. Вот мы хотели, чтобы слово добавить «или». Простой союз «или» помог бы определить, должен ли каждый кандидат обладать всеми тремя качествами, либо достаточно одного. Все эти замечания теперь будут рассмотрены в Сенате и доведены до Министерства сельского хозяйства. Люди надеются, что их пожелания будут учтены при новых реформах и ждут, что изменения в законы будут вносить с учетом мнения тех, кто реально работает на земле. Анна Лисенберзин, Жигир Баваканов, Восточно-Казахстанская, область, Хабар, 24. В Орысе и Байзакском районе Жамбылской области продолжат ликвидировать последствия взрывов на складах с боеприпасами. Об этом сообщили в Минобороны. Уже завтра к работе приступят более 650 военных специалистов. Их задача в Орысе – вывести фрагменты на специально оборудованный полигон для дальнейшего уничтожения. Аналогичная судьба ждет и боеприпасы, хранящиеся в Жамбылской области. Часть из них уничтожат на месте. Для этого на территории склада оборудовали приспособления для утилизации. В Минобороны пообещали обеспечить безопасность мирного населения. Полностью завершить работы планируют до конца ноября. Почти 20 тысяч человек эвакуируют из-за лесного пожара в американском штате Колорадо. Огнем охвачены десятки гектаров. Информации о жертвах и пострадавших пока нет. Однако пламя уже приближается к зданию в лаборатории Национального центра атмосферных исследований в городе Болдер, сообщают местные издания. Узагубляет ситуацию сильный ветер. По прогнозам на ликвидацию возгорания может понадобиться несколько дней. Число беженцев из Украины приблизилось к отметке в 4 миллиона. По данным ООН, с начала вооруженного конфликта страну покинули уже 3 миллиона 800 тысяч человек. Свыше 2 миллионов из них прибыли в Польшу. Около 600 тысяч приняла Румыния. Порядка 400 тысяч – Молдова. По прогнозам ООН, в ближайшее время число беженцев будет расти. В Турции изучают обнаруженную в проливе Босфор якорную мину, чтобы установить ее принадлежность. Об этом сообщили в Министерстве нацобороны. По данным ведомства, на данный момент известно, что это мина старого образца. Выяснить, кому она принадлежит, пока не удалось. Ранее спецслужбы получали противоречивые данные от России и Украины о дрейфующих минах в этом районе. Сейчас помех для передвижения в проливе уже нет. В интервью местным каналам министр обороны Турции уточнил, Босфор снова свободен и безопасен. Там работает несколько наблюдательных пунктов. В Грузии растут цены на недвижимость. Одна из главных причин – дефицит стройматериалов. Их закупали в основном в России и Украине. При этом спрос на жилье в стране увеличился. На этом фоне взлетела стоимость аренды квартир. Юлия Тужилкина продолжит тему. На 50% могут вырасти цены на недвижимость в Грузии. Такие неутешительные прогнозы делают аналитики рынка. Новостройки начали дорожать еще в прошлом году. Среди основных причин – новые требования к объектам при сдаче, повышению стоимости коммунальных услуг, топлива и строительных материалов. Все это уже привело к росту цен на 40%. Последние события вновь негативно скажутся на строительстве. Ведь арматуру Грузия закупала в Украине, а древесину – в России. Сейчас средняя цена в Тбилиси, скажем так, не в центре. Это в спальных районах где-то 700-800 американских долларов квадратный метр. Я думаю, что будет не меньше 1000 долларов квадратный метр. Иммиграция граждан из России и Беларуси также способствует росту цен, как на продажу, так и на аренду квартир. Например, если месяц назад стандартную однушку в Тбилиси можно было снять за 150 долларов, сейчас цены выросли в два раза. Мы уже наблюдаем на рынке повышение цен на недвижимость. Эксперты говорят, что спрос вырос на 50%. В основном это касается центральных тбилисских районов. Цены за квадратный метр уже выросли, и эта тенденция продолжится. Потому что наблюдается значительный прирост числа русских и белорусских граждан, желающих поселиться в Грузии. Но несмотря на повышенный спрос, многие строительные компании сейчас при продаже делают существенные скидки для украинских беженцев. Ну а экономисты делают неутешительные прогнозы. По их данным, в ближайшие полгода из-за инфляции вновь вырастет цена на топливо. Также на 30% подорожают стройматериалы и стоимость строительных работ. Юлия Тужилкина, Ашалова, Сура Милашвили, Хабар 24, Грузия, Тбилиси. Новый налог для миллиардеров намерен ввести в США Джо Байден. Его будут платить состоятельные граждане, чьи активы превышают 100 миллионов долларов. Глава Соединенных Штатов ожидает, что это принесет немалый доход в казну. Порядка 360 миллиардов в ближайшие 10 лет. Ожидается, что Байден объявит об этом завтра. В общей сложности инициатива затронет порядка 700 домохозяйств. Уникальная ветеринарная клиника работает в Катарской Дохе. Это современный центр, где лечат исключительно птиц из семейства соколинах. В день там принимают около сотни пернатых пациентов. Ветеринары проводят сложные операции, вакцинируют птиц, лечат вирусные грибковые заболевания, которые могут привести к смерти. Врачи говорят, что соколы дорогие птицы, поэтому их хозяева щепетильно следят за их здоровьем. Более того, в клинике проводят косметические процедуры. Точат когти, клювы и заменяют сломанные, потерянные в схватке перья. Отмечу соколиная охота – древняя традиция жителей Катара. Хищных пернатых держат во многих домах. Для пересадки перьев у нас в клинике есть целый банк. В ящиках хранятся перья разных размеров, от птиц разных видов. Например, сапсану нужно пересаживать перо от другого сапсана. Причем оно должно быть взято из того же места на крыле. В Павлодаре начали раннюю обрезку деревьев. Причем делают это впервые за много лет. Коммунальщики приводят в порядок тополя, карагачи. А вот березы пока трогать нельзя. В городе их осталось очень мало. Ярбол Абишев расскажет об этом подробно. Сейчас категорически березу трогать нельзя. Потому что любая рана, будь она замазанная, не замазанная, она все равно будет потом истекать в соках. Поэтому березу трогать ни в коем случае. Сейчас ни рано, ни позже нельзя. В конце 90-х Павлодар потерял очень много берез. Деревья поразила грибковая болезнь – цитоспороз. Помочь им ничем не могли. Поэтому эколог Татьяна Пономарева относится к березам трепетно. Это она инициировала в Павлодаре создание интерактивной карты зеленых насаждений и ратовала заранее обрезку деревьев. Важное, ценное, что в этом году, я надеюсь, нам удастся это до конца проконтролировать и добиться, того, что мы отменим, наконец, топпинг. То есть топпинг – это обезглавливание деревьев. В этом году коммунальщики впервые применили санитарную обрезку деревьев. Они срезают отдельные ветки и сучки, вместе с этим формируя эстетический вид кроны. Работу ведут под пристальным вниманием группы научного сопровождения. С учетом того, что мы рано начинаем эти проведения видов работ, мы охватываем большее количество деревьев. То есть мы работаем до того периода, пока начнут распускаться почки. Почти в три раза увеличили финансирование на санитарную обрезку деревьев. 150 миллионов выделили из бюджета. Город разделили на три зоны, где работают разные подрядные организации. Это позволит охватить большую часть деревьев как на улицах города, так и во дворах. Ербулабишу, Саматаспану, Желис Тимирбулак, из Павлодара, Хабар, 24. Лучших стрелков среди будущих полицейских определяют в Шымкенте. Курсанты из четырех областей Казахстана соревнуются в стрельбе из боевого оружия. Участникам предложили поразить мишень с расстояния в 50 метров, а также пройти испытания, с которыми они могут столкнуться в реальной жизни. Ведь от навыков и умения владеть табельным оружием порой зависит жизнь граждан и самих полицейских. Сотрудник должен быть всегда в форме, подтянутый. И в честь этого проводятся такие мероприятия по спорту, чтобы увидеть уже это будущие сотрудники, будущие защитники нашей Родины. То есть сотрудник должен быть всегда готов. На этом мы и закончим. Немного позже вернемся. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова